Вы знаете, что на проведение вот этой процедуры, которую я кроме как прихотью президента назвать по-другому не могу, будет потрачено порядка 14 миллиардов рублей. При этом на повышение пенсионного возраста сэкономили 21 миллиард. Лидер коммунистов уверена проводить дорогостоящее народное голосование в ситуации, когда экономика в тяжелом состоянии неразумна. Тем более, что голосование формальное, ведь по мнению Просаковой ничего принципиально не изменится. Многие поправки продублированы сейчас в федеральных законах. К примеру, то, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Ну давайте внесем в Конституцию, что дважды два четыре, что воздух воздушный. Фракция КПРФ сегодня внесла действительно своих принципиальных 15 поправок. Две основных – это пенсионный возраст и природные ресурсы, которые должны принадлежать жителям всей нашей страны. Процедуру по принятию поправок Просакова многозначительно назвала прелюдией к решению одного вопроса. Досталось от лидера коммунистов и Валентине Терешковой, которая предложила обнулить президентский срок. Говорю сейчас, как жительница Алтайского края, вот теперь к стыду моему человека, который приземлился на территории нашего региона. В итоге шесть из восьми коммунистов воздержались при голосовании. Более единодушны были единороссы. Все они поддержали изменения в главном документе страны. Те поправки, которые внесены сегодня, вносятся, вернее, в нашу Конституцию, они очень масштабны и отражают многие аспекты нашей жизни. Инициативы президента направлены на развитие социального института. Это и пенсионное обеспечение. За поправки и представители «Справедливой России». Главный аргумент – предложения президента перекликаются с их собственными. Речь идет об ежегодной индексации пенсии, защите суверенитета государства и другом. Правда, эсеры озвучили и замечания. Была отклонена наша принципиальная поправка о возврате к прежним цифрам выхода на пенсию. Мужчина 60 лет, женщина 55. Наша фракция в Госдуме вносила поправку о недопущении принятия любых законов, которые отменяют социальные обязательства государства без какого-либо равноценного возмещения. Эта поправка, к сожалению, тоже не прошла. Не поддержали и наше предложение об обязанности Центробанка следить за курсом рубля. Поправки устроили и либерал-демократов. Депутаты ЛДПР в Госдуме поддержали проект во всех трех чтениях. Поддержал и региональное отделение партии. Лидер фракции прокомментировал самую обсуждаемую поправку – участие действующего президента в предстоящих выборах. Партия ЛДПР считает, что главное – это проведение честной и чистой процедуры самих выборов, а не конкретной персоналии. По итогам сессии 56 из 62 депутатов проголосовали за поправки в Конституцию. Теперь решение КЗС направят в Совет Федерации. Окончательное решение примут люди в день народного голосования 22 апреля. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.